Всем привет! Судя по предыдущему ролику, на канале остались люди, которые еще ждут от меня видосов. Я вас спросил, какая тематика вам больше интересна? Программирование, игра, может быть все вместе? И в комментариях я увидел, что большей части людям все же интересно программирование. Собственно, как и мне, и я этому очень сильно рад. Также несколько человек предложили разобрать какой-нибудь из моих проектов, показать, как я его реализовал, с чем столкнулся и как решал разные проблемы, которые появлялись во время разработки. И поэтому у нас сегодня такой пробный выпуск с разбором одного из моих проектов. Если эта рубрика вам понравится, то дайте знать в комментариях. Кстати, во время подготовки к ролику я предложил своим друзьям посмотреть код и вообще проект. Они так же, как и я, программисты, поэтому я думаю, вам будет интересно послушать их комментарии, вопросы и замечания. Периодически я буду делать ставки с ними. Ну что ж, на свое усмотрение я выбрал один из своих первых педпроектов, который делался на коммерческой основе в вебе. Сегодня мы его частично разберем, я покажу свою реализацию, приемы и ошибки. А ошибок и странных решений достаточно, потому что это тот проект, которому я обязан своими набитыми шишками и последующему опыту. Предупреждаю, вы увидите код, который является примером того, как делать не стоит. Думаю, большинство программистов, подобно художникам, боятся открывать свои проекты многолетней давности, времен начала своего пути. Потому что знаю, где у проекта есть фундаментальные недостатки, которые нужно было исправить еще на моменте проектирования. И какая часть кода написана, ну, крайне неприемлемо. Для начала расскажу немного о самом проекте. В стране, где я родился и провел свои школьные годы, распространено тестирование школьников с 8 по 11 класс для сдачи некоторых экзаменов. Тестирование проводится Национальным центром тестирования, в последующем аббревиатура НЦТ. Если вы живете в России или Казахстане, то представьте, что это этакие младшие собратки НТ и ЕГЭ. Такое тестирование проходило в добровольном порядке, и пройдя тест от НЦТ, школьник освобождался от некоторых переходных экзаменов в школе. Конкретно в моей школе такой вид экзаменов был актуален для 9 и 10 классов. Тот проект, который мы рассмотрим сегодня, достался мне от моего знакомого, и заключался он в том, чтобы быть шпаргалкой для этого экзамена. В его рамках я написал мобильное приложение и сайт. Если интересно послушать отдельно о мобилках, то обязательно пишите в комментариях, я сделаю такой же отдельный обзор. И там есть на самом деле, что посмотреть. Как вы поняли, сегодня речь пойдет о сайте шпаргалки. Принцип работы очень прост. Человек заходит на сайт, вводит поисковый запрос по интересующему предмету и получает ответ. В базе данных сайта собраны ответы по 4 предметам. То, что я показываю вам сейчас, это средняя стадия развития проекта. Это та версия, которую я смог поднять на своем хостинге, чтобы показать, что она работает. В последующих итерациях я переписал все на другом языке и с другими подходами. Конкретно эта версия написана на языке PHP. Здесь я использовал фреймворк код Igniter, базу данных SQL, и даже сделал свою первую адаптивную верстку, чтобы сайтом можно было пользоваться и на компьютерах, и на телефонах. Когда мы с друзьями общались, назрел вопрос, а для чего вообще нужно было делать сайт, если были уже на тот момент готовы мобильные приложения. Я подумал, ну раз у меня приложение на рекламе, то можно сделать и сайт, который будет работать с этой же базой данных, и чтобы пользователи, те, которые не могут скачать приложение по какой-то причине, вот, например, по причине того, что у них iPhone, чтобы могли пользоваться сайтом. И я сделал сайт, причем первый дизайн был абсолютно не такой, и там вообще даже не пахло никакой адаптивной версткой. Здесь есть адаптивная верстка. Причем здесь нету бутстрапа, это адаптивная верстка, которую делал я тогда своими силами сам. На этом проекте я разобрался как самому без всякого бутстрапа написать медиазапросы для CSS и подбирать правильную последовательность для блоков разметки. Знаю, выглядит не сильно красочно даже на 2016 год, но на этом я учился и получал свой первый опыт. Конечно, этот сайт нельзя назвать крупным проектом, но он был вполне работоспособен и покрывал все потребности школьников, пытающихся списать тест. А теперь давайте рассмотрим все фишки и проблемы проекта, ведь именно для этого мы здесь и собрались. Одна из интересных фишек это админка. Она появилась не сразу, а только на этапе, когда я добавлял блок. В админку я подключал плагины, чтобы было удобно добавлять статьи. Вот, к примеру, отличный плагин TNMC, который подходит для редактирования текста статей. Еще можно было редактировать вопросы и ответы, добавлять новые, чтобы расширять базу данных и исправлять ошибки, ну и добавлять статические страницы. К сожалению, сейчас админка не работает, потому что это был тестовый вариант. Где-то в реализации я прописал лишний редирект, поэтому даже при успешной авторизации администратор переадресовывался обратно на страницу авторизации. Конечно, в будущем я это исправил. Но на данный момент в админке есть одна страница, которая сейчас открывается без проблем, и на ней есть немного текста. Первый, кто найдет эту страницу и напишет в комментариях заголовок этой страницы, попадет в закреп и в следующий ролик. Дерзайте! Вторая фишка – это, собственно, то, ради чего и затевалась панель администратора по большей части. Это блог. Наличием блога и статей я хотел поднять ранжирование сайта в поисковиках, что, кстати, немного помогло. После того, как сайт начал наполняться контентом, он начал появляться в выдаче поисковиков на первых страницах, по ключевым словам, ответы НЦТ. Кстати, в продакшн-версии логотип был совсем другим, и, естественно, были живые написанные мною статьи. А первая верстка сайта была полностью фиксированной. Если я найду, то вставлю скрин того, как он выглядел в первой итерации. Третья интересная фишка, которая была необходима к довесу к блогу – это автоматическая генерация карты сайта. Она нужна, чтобы поисковики могли проще и быстрее анализировать сайт и обновлять информацию о нем в своих реестрах. При каждом добавлении статьи или статической страницы карта обновлялась автоматически. В этой фишке не обошлось без странных решений. Вот здесь, например, я заставляю каждый раз скрин генерировать пути до блоговой страницы и страницы поиска. Не знаю, чем я руководствовался, когда делал это, но можно было бы просто их задать в начальном массиве и не перебирать массив кастом пейдж в цикле. Фишка – мобильная версия сайта, а если быть точнее, то адаптивная верстка. Как и говорил ранее, я ее реализовал самостоятельно с помощью медиазапросов CSS. На экране вы можете видеть кучу стилей, при написании которых я познавал лазы верстки под устройство с разным разрешением экрана. В мобильной версии не было сильно больших отличий от десктопной. Самый заметный элемент – это гамбургер-меню для удобства навигации на телефоне. В этой реализации можно заметить небольшой баг. Верхний блок хеддера имеет отступ справа, и насколько я помню, я это так и не исправил. Хочешь, я тебе покажу боль? Ну, для тебя, может, не боль, а для Юрия, наверное, боль будет. Юра, как тебе вот этот вот зазорчик? Ой. А вот одной фишки так и не было суждено сбыться в этой версии. Это API-функции для работы мобильных приложений. Еще в те давние времена у меня уже была идея отойти от множества приложений и иметь единую базу с микросервисом, с которым бы общались мобильные приложения. Я начинал реализовывать, и вот вы можете даже видеть зачаток этой фишки. К слову API, я позже реализовал полностью переписанную версию этого сайта, а переписывал я его уже спустя несколько лет, когда активно использовал язык Python и фреймворк Django. Кстати, на этом проекте я как раз таки подтягивал свои знания в базах данных. В комментарии можно увидеть кусочек запроса, который остался еще со старых времен. Позже я уже использовал конструктор запросов. Как вы можете заметить, пользоваться им гораздо удобнее, чем писать запросы самостоятельно. Код становится более удобным и понятным. А вот пример того, как точно делать не стоит. А что делают нормальные люди, когда им нужно отобразить какой-то контент по шаблону? Они берут, используют внутренний шаблонизатор, если он есть, если его нет, они используют какой-нибудь сторонний шаблонизатор. Что показывалось, собственно, в той статье, когда я изучал кодогнайтер, там использовалось написание своей библиотеки. И она тебе позволяет... Ну, ты в ней, собственно, выбираешь, что именно загрузить, какую часть шаблона загрузить. То есть у тебя отверстана эта вся страничка, и ты грузишь ее по частям. Прикол в том, что все эти части, они разбросаны по разным кусочкам коры. Да, Юра прочувствовал все сладости. Прекрасно, прекрасно. Конечно, кошмар. Ну, не прям все по одному такому. Вот, например, втыкание кусочком хедера. Все эти файлы как пазл собирались в библиотеке. Сама идея разделения верстки на блоки и добавления их частями неплоха. Так можно избежать лишних повторений, сократить код, но доводить до маразма, как это сделал я, не нужно. А еще лучше, если вы не поленитесь, подключить библиотеку для шаблонизации. Тогда и верстка будет более понятна, и соблюдете подход Drive, чтобы не повторять части верстки. Коммерческая часть заключалась в показе рекламных объявлений от Google AdSense. Сам сервис был бесплатным, и им могли пользоваться все желающие. У меня нет каких-то конкретных отчетов с показа объявлений на сайте, потому как блоки объявлений уже давно удалены. Но по памяти я могу сказать, что мне хватало ровно на оплату доменной хостинга. То есть проект, по сути, просто сам себя обеспечивал. Этого мне тогда было достаточно, потому что в первую очередь мною двигал интерес и желание научиться писать подобные проекты. Думаю, что маленькая прибыль – это узкая специализированность проекта, небольшая аудитория среди маленькой стороны, и к этому добавились мои ошибки в плане коммерции. Я тогда вообще очень плохо понимал, как можно получать максимальную выгоду из этого проекта, потому что интересовался исключительно разработкой. Да и в целом я понимал, что это хорошее поле для экспериментов, а не крутой перспективный проект. Тут у некоторых возникнет оризонный вопрос, а как бы я поступил сейчас? И, собственно, модель монетизации. Не реклама, не бесплатный сервис, а сервис по подписке. Потому что иначе, ну в этом нет никакого смысла. Причем подписка, она не на время, а по количеству, скорее всего, поисковых запросов. Короче, в ответах на запросы, через один выводить треклама. Пока мы общались, Юра заметил, что в текстах на сайте есть опечатки. Что с опечатками? Целая гора опечаток на сайте. Они со следующих версиях исправились? Да, поменялся текст, и опечатки тоже поменялись на другие. А плюс Сару удалились, новые добавили. А еще парни сразу заметили, чего в проекте очень сильно не хватает. Разные окончания проверяются? Лол, нет, конечно, Юра, ты что? Короче, тебе нужен нечеткий поиск в новой версии. Если она будет. Если она будет. Для тех, кто не знает, что это такое. Нечеткий поиск ищет не по полному совпадению слова или словосочетания, а с учетом того, что слово может иметь несколько форм или возможные опечатки или ошибки в нескольких местах. Например, слово кепка может быть написано с опечаткой, типа кипка, или иметь множественное значение, кепки. А может быть похоже по написанию со словами кишка, кошка или кашка. На эту тему можно найти много информации в интернете. Вот, например, есть статья на Хабре про нечеткий поиск. Там приводится много примеров и алгоритмов. Ссылку на статью найдете в описании. На сегодняшний проект вы можете посмотреть самостоятельно. На него также будет ссылка. При первом посещении сайта и поисковом запросе возникнет оповещение безопасности. Это произойдет, потому что на сайте не установлен сертификат SSL и данные передаются через незащищенный протокол HTTP. Я решил не заморачиваться с его установкой, так как проект находится там временно. Не забывайте про спрятанную страничку в админке. Проект временно повисит на моем хостинге несколько недель, после чего будет удален. В заключении разбора хочу дать небольшой совет. Если вы начинаете что-то изучать в программировании, старайтесь выбрать какой-нибудь интересный и нужный проект и вести его на протяжении нескольких лет. Важно, чтобы проект был интересен вам и нужен хотя бы небольшой группе других людей. Только на своем опыте вы поймете, как писать программы и строить сервисы, а также как их поддерживать. Ни один ютубер или программист не поведает вам этого всего за 1-2 часа ролика. Спросите у любого художника, сколько ему понадобилось времени и попыток нарисовать простой глаз, и как он переходил от элементарных форм, овалов, кругов и дуг к красивым детализированным рисункам. На это нужно время и упорная работа над собой, поэтому детально понять, как действовать, вам поможет только практика. Возвращаясь к проекту. Он небольшой, поэтому это были все интересные моменты, которые я хотел бы вам показать по нему. Если такие разборы вам интересны, пишите в комментариях, попробую откопать какой-нибудь школьный проект и показать, как я программировал, будучи школьником. Или я могу рассказать про то, как вообще появился проект Шпаргала Концетей и как писались мобильные приложения. Возможно, даже кто-то из вас пользовался этими приложениями. Напишите об этом в комментариях, будет забавно увидеть тех людей, кому эти программы когда-то помогли на экзамене. Отдельное спасибо хотел сказать моим друзьям, Саньку и Юре, которые помогли понять, что конкретно может заинтересовать людей в таком проекте. Ну и, конечно же, за их комментарии тоже большое спасибо. Присоединяйтесь к нашему каналу в Телеграме с новостями и оповещениями, а также к нашему чатику. Там вы сможете пообщаться со мной и другими подписчиками вживую. Ссылки на них найдете в описании. Оставляйте свои комментарии, пишите, что еще хотели бы видеть на канале. На самые интересные комментарии отвечу или вставлю в следующем ролике. Спасибо за внимание. На этом все. Всем пока-пока. Ребята, переходите на Джанк. Не надо вот этим страдать.